друзья всем привет сегодняшнее видео будет специально для конкурса малярных талантов мастер автопокраски конкурс проводит торговый дом автограф и в этом видео я покажу на этом автомобиле аудио 6 ремонт будут производить вот этой двери так по самим дефектам значит самое что бросается в глаза вот по низу коррозия многочисленная достаточно много тут видим уже сам хозяин пытался лечить ржавчину но это все бесполезно по большому счету вот значит многочисленные жучки по всей двери вот тут их но тут конечно очень много вот видно и мелкие достаточно много но вот эти тоже которые были тут подкрашены вот есть еще ржавчина вот здесь накладка ручки царапала царапала ну и вот уже полез жук сейчас начнем с обезжиривания начальный этап это вот такая обезжирка водно-спиртовая джета про вот она у нас вот в этом диспенсере заправлена и потом после нее обезжириваем обычное всем привычным антисиликоном вот такой тоже джетовский вот так салфеточку салфеточку берем салфетки кстати тоже джета про так теперь проходим обычным антисиликоном посмотрим насколько долго работает сейчас будем сносить локрасное покрытие полностью для этого основную вот эту часть будем использовать обычную полировальную машинку такая проставка мягкая вот на ней будем работать кругом 120 это кубитрон второй вот и потом вот эту направленную риску от полировальной машинки будем уже перебивать эксцентриком пятеркой кружком п 180 обдирание шлифовку я всегда начинаю именно вот с таких операций то есть коралл конкретно в этом случае понадобится еще вот такие всевозможные щетки-корцовки они называются вот потому что всегда есть риск когда шлифовать чтобы что-то светить сюда вот но это не страшно когда мы заканчиваем шлифовкой на эксцентрике там именно полировалки неважно потому что мы всегда вот эту риску потому что этот абразив он в любом случае грубее те же щетки но по сути это тоже абразив он грубее и мы всегда перебьем таким кругами абразивом все что вот если вдруг конечно здесь что-то попадем кораллом обработку закончил везде где коралл не полез сейчас же показывал такой щеточкой маленькой раз вокруг всех она хорошо подлезет направляющим до молдинга все зачищаем обработку я закончил значит что вылезло или хозяин или кто-то до него не знаю вот то что было закрашено жуки здесь обрабатывали видно болгаркой или отрезным или зачистным кругом наделали много но такие каналы повредили металл тем самым они до конца коррозию не вычистили а далее только доступ еще глубже вот в эти все канавки то есть там мелкие порки остались вот они видны совсем мелкие значит вот это место но вокруг направляшек есть и также здесь еще одно место вот именно глубокое осталось там за было повреждено кругом на болгарке это конечно процесс нам чуть-чуть удлинит но страшного ничего нету значит сейчас я буду использовать вот такой преобразователь нейтрализатор ржавчины брунокс эпокси он есть у меня вот в таком виде наносится кистью есть аэрозольный но это я только купил аэрозольный надо доработать сначала буду вот этим обрабатывать вот наносить буду два слоя у него один есть очень большой минус это время его сушки это единственный минус работаем очень давно и работает он все отлично вот эту мелкую коррозию держит вопросов нету значит сейчас нам тут у меня уже все обеспылено обезжирена сейчас значит перелью наношу один слой не сильно толстый толстые слои здесь не нужны два часа даю грубо говоря межслойку потом наношу еще один слой будет всего два слоя и второй слой когда подсохнет на улице солнышко жарко выношу дверь на улицу на солнце насохнет я думаю 12 часов будет вполне достаточно чтобы он высох и только потом уже будем производить снятие красочного чтобы она открытый металл не стоял хоть и жарко неважно открытый металл не должен стоять он если его обработали он должен сразу покрываться эпоксидным грунтом грунтом наполнителем но в таком ключе технически написано что нанесение в одну сторону не знаю принципиально это или нет размазывать крест-напрест будем делать так как так и прописано так брунокс отработал все можно приступать к шлифовке вот шлифовать буду абразив п 120 бразил который был на полировалке он еще рабочий был вполне перебиваю и сейчас уже до конца работаю новый кружок 180 везде домотовываем гристочку и в принципе элемент готов к отклейке и грунтованию все века готова обработана час перед обклейкой потому что красим мы точнее грунтуем в дальнейшем красим условиям гаража вот обязательно проклеивать все вот эти контрянки потому что не все будут грунте вот перед перед грунтованием обязательно обезжириваем но по обезжирке я уже говорил то все это просто у нас сегодня будет все джета проборка вот хорошо обезжириваем места где будем клеить скотч и и после того как проклеим бумагу и нанесением грунтов опять же обезжириваем так сейчас покажу по обклейке значит бумага вот такая так сколько у нее плотность 42 грамма на метр короче нам сейчас понадобится только бумага и только скотч все обклеена со всех сторон сейчас осталось еще раз только обезжирить вот но это сделал непосредственно перед грунтованием значит грунты которые буду использовать вот первый у нас пойдет вот такой эпоксидный грунт 4 к 1 версии мокрый по мокрому буду его использовать вот с пистолетом с дизой 14 потом дальнейшем значит грунт наполнитель такой хай билд можно наносить два три слоя но я буду наносить два слоя и по тдс ки сколько возможно еще точно не помню но мне все открыто максимальное количество разбавителей которое позволяет и деск а столько бы добавлять потому что мне по большому счету там сильно большого слоя заливать ничего не надо надо просто сделать толщину необходимую для шлифовки вот так наверное поэтому все разбавитель ну разбавитель что в одно что во втором грунте использовать будем тоже универсальный 55 61 вот наносить буду я уже сказал за 241 эпоксидного грунта один полный мокрый закрытый слой сушка до нанесения акрилового грунтового эпоксидника прошла с липкой салфеткой собираем опыл так как он условия гаража неизбежен в принципе его почти нету грунт хай билд для топор все наносим буду наносить два слоя между слой до прошла наносим второй слой грунт на двери высад сейчас будем шлифовать вот шлифовать будем проявка у меня 3м каждый слой каждое шлифование через проявку это обязательно чтобы видеть риску так значит колодочка жесткая вот такая абразив будем использовать первоначально триста двадцатка это на бруске и потом на машинке вот эксцентрика у меня 5 миллиметров с мягкой проставочкой проставочка тоже 5 миллиметровая вот дальше пойдем значит два абразива 400 и 500 нужно еще вот такой мягкий абразив я всегда начинаю обработку с внутренности то есть пока еще здесь ничего не зашлифованное можно перевернуть положить все обработать промотовать спилить вот эти гранички от скотча когда мы отклеивали и сразу скотч брайтон там все замотовал где будут переходы короче где клейка будет вот или же вот таким абразивом я вот четырехсоткой там внутри проходил и серым скотч брайтон вот еще будет такой использовать мягкий абразив от трема 400 600 все вот здесь вот трудодоступные места все погнали штуковать шлифуем елочки так сказать ну или крест накрест сначала в одну сторону потом вторую чтобы не нарезать очень глубокую направленную риску все время в одном положении то есть пошлифовали в эту сторону потом эту же уже направленную риску перебиваем в другую сторону а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, обработка почти закончена Сейчас серый скотч-брайт Дорабатываю Саня, по-моему, за 600-кой Ребрышко подзакрубились В принципе, это можно сделать 600-ком Можно скотч-брайтом Ну, скотч-брайтом ребру, конечно Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, все Элемент готов Сейчас отдуваем, обезжириваем Проходим опять все внутрянки По обезжирке Обклеиваемся и будем красить Дверька готова к покраске Осталось тут выполнять последние операции Она еще не обезжирена Я хотел показать Есть протиры Ребрышки И вот здесь, по низу Вот, значит, сейчас обезжириваем Сальвентной обезжиркой Джетовской Я ее уже показывал Потом, значит, по протирам Проходим Вот таким баллончиком Баллончик подсыхает И все, в принципе Вот это Целфетка-антистатик И все, в принципе 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 А пыл вышел Давайте смотреть Что получилось Есть пару мусоринок Не без этого Где-то 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 я их видел Вот Ну, такие они миленькие Всем привет Ну, пока вот такой результат Покажу уже Покажу уже Уже Покажу результат без полировки Вот Вот, прошло Ну, на таком солнце На таком солнце В принципе, и мусора На таком солнце, в принципе И мусора видно не будет По-моему По-моему, ксералик Здесь основной компонент Ну, как мне сказал Казарис По крайней мере По поводу попадания в цвет Ребята Дальше будет видео Конкретно про ремонт Этого автомобиля И там я это все покажу Про цвет Не в рамках этого видео Ну, а я хочу с вами попрощаться Вот такой был ремонт Интересно, неинтересно Судить вам Вот Вам хочу пожелать Чтобы вы в своей профессии Постоянно развивались Пробовали что-то новое Новые технологии Новые материалы Не навешивали Ни на кого ярлыки Опираясь только на чужое мнение Вот Все, ребята Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok